В этом году в поселке Октябрьский благоустроят парк Лесная Опушка. Площадь лесопарковой зоны, которая преобразится, 119 гектаров. Территорию, где весной стартуют работы, проинспектировал глава округа Владимир Волков. Благоустройство парка Лесная Опушка – один из крупнейших проектов, которые реализуются в округе. Средства выделены из областного бюджета. Концепция готова. Прошла публичное слушание. Утверждена. Правда, по словам местных жителей, найти документ в открытых источниках невозможно. У нас это секретный какой-то тайный проект. В общем, на сайте администрации. Конечно, на сайте администрации мы его развестим сегодня. Сегодня, чтобы в сегодняшнем дне он был. Поэтому все должно быть, по крайней мере, эта концепция должна быть там, чтобы было понятно. Без нее так все домыслы, слухи, сплетни. Кто-то скажет, что здесь дома многоэтажные будут строить. Более 100 гектаров. Площадь, которую затронет благоустройство. Работы начнутся, как потеплеет. Сначала удаление деревьев. Оно минимальное. Только ветхие и аварийные. Потом реализация остальных этапов концепции. Соответственно, здесь будет обустроено порядка 13 тысяч квадратных метров велодорожек, пешеходных дорожек. То есть по концепции предусмотрено, что никаких асфальтовых покрытий не будет. Все будет выполнено в экологическом, природном стиле. Также проект предусматривает две площадки для занятий воркаутом, несколько детских площадок, огораживание озера, несколько входных групп, кафе, пункт проката, покрытие дорожек, песок, мульча, гравийная смесь. У нас вообще в поселке нет площадки для выгула собак. Вот это предусмотрено, это концепция или нет? Площадок для выгула собак будет две. Владимир Волков поручил проработать вопрос, на котором жители заострили внимание, более детально. И если двух площадок мало, добавить третью. Радуюсь, что будут детские площадки, радуюсь, что будут площадки для выгула собак. В целом звучит все хорошо. Хотелось бы теперь это все более раскрыто, подробно увидеть в открытых источниках, опубликованных для остальных жителей. На сайте надо пометить, что это красное знамя, что мирный здесь находится, чтобы люди ориентировались. Здесь ничего не понятно, как же военно. Мы сегодня соберемся с архитектурой, архитекты как раз таки более понятно нарисуют, где какой микрорайон, откуда входы, стрелочки будут. Последний вопрос от жителей. Автостоянка у входа в парк, огороженная глухим забором. По информации люберчан и местных властей, объект функционирует без разрешительной документации. Если все соответствует действительности, то стоянка будет демонтирована, сказал Владимир Волков. Алексей Абрамов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.